Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! На протяжении своей длительной и блестящей шахматной карьеры 13-й чемпион мира Ангари Каспаров сыграл большое количество красивых и запоминающихся партий. Но один из его поединков стоит особняком. Речь, конечно, о знаменитой партии против Веселина Топалова, которую Каспаров сыграл белыми в Вейконзее в 1999 году. Фантастическая концовка этого поединка в свое время обошла все шахматные журналы мира. Голландский гроссмейстер Ханс Рей писал «Те, кому посчастливилось присутствовать на этой партии, будут рассказывать о ней своим детям и внукам. И рассказы эти будут продолжаться, пока живы шахматы». Сегодня, уважаемые зрители, мы подробно рассмотрим этот поединок с комментариями самого Гарри Каспарова. Большинство демонстрируемых в этом видео вариантов приведены самим 13-м чемпионом мира в его блестящем трехтомнике «Мой шахматный путь». По красоте и силе ходы, которые остались в этой партии за кулисами, никак не уступают тем блестящим решениям, которые Каспаров принял за доской. Итак, чемпион мира сыграл Е4, а болгарский гроссмейстер ответил ходом Д6, чем немало удивил Каспарова. По словам знаменитого шахматиста, он впервые в классической партии встретился с этой защитой. Д4. Конь Ф6. Конь С3. Ж6. Конечно, в защите пирца у Фимцева у белых большой выбор агрессивных расстановок, и Каспаров избирает одно из самых популярных продолжений – слон Е3. Белые далее играют ферзь Д2, пешка идет на Ф3, длинная рокировка и, с большой вероятностью, атака на королевском фланге. Топалов играет слон Ж7, ферзь Д2, С6. Белые ставят пешку на Ф3 и Б5. Конь ЖЕ2, конь БД7. Каспаров заводит слона на А6, и черные забирают его. После ферзя 6, слон Б7. Белые решили предупредить про движение черной пешки Б и сыграли А3. Черные же пошли Е5. И длинная рокировка. В этой позиции Топалов мог пойти А5, далее сыграть Б4 и попытаться начать атаку на ферзьевом фланге. Но вместо этого он играет ферзь Е7, белые отводят короля на Б1, освобождая поле С1 своему коню. А6. Топалов защищает пешку Б5, имея в виду продвижение С5. Конь С1 и длинная рокировка. Ферзь на А6 мешал сделать ход 2-0, и несмотря на то, что пешечная структура черных на ферзьевом фланге ослаблена, Топалов все же решается сделать длинную рокировку. Конь Б3. Белые хотят сыграть коня 5, напав на слона. Если сыграть С5, то позиция закрывается после Д5. Поэтому Топалов, который стремился к активной борьбе, пошел ЕД и после ладья бьет Д4, напал на ладью белых. Та отошла обратно. Конь Б6. Очевидно, черные готовят высвобождающее продвижение Д6-Д5. Белые же играют Ж3 с тем, чтобы выскочить слоном на А3. Профилактика против шаха Король Б8. Конь А5, нападение на слона. Тот отошел на А8. Слон А3. И, наконец, Д5. Ферзев 4 шах, Король А7 и ладья Аш Е1. Черные играют Д4, нападая на коня. Очень важная позиция. Объективно, в этой ситуации лучшим является Конь А2. В дальнейшем идет очень затяжная окопная война с накоплением мелких преимуществ. Но Каспаров, который, конечно же, всегда выделялся своим агрессивным и несколько даже рискованным стилем, не удержался и пошел на жертву материала, сыграв Конь Д5. Уже здесь он видел контуры той блестящей комбинации, которую и осуществил в этой партии. Черные забирают коня, ЕД, вскрытое нападение на ферзя. Тот идет на Д6. Конечно, весьма вероятен переход в эндшпиль, но ход Конь С6 не давал белым ничего. После взятия Ферзь Д6, ладья Д6 забрали, тут точнее даже не сразу ладья БЦ6, а Король Б6. После ладья Е7 забираем пешку королем, на ладья Ф7, ладья Е8. У черных здесь существенное позиционное преимущество. В их руках вертикаль Е, к тому же продвижением пешек С и Д они могут создать опасную проходную по центру. Поэтому Гарри Каспаров сыграл иначе. Вместо того, чтобы пойти Конь С6, он бьет на Д4. Первый в серии блестящих ударов белых в этом поединке. Естественно, взятие на Д4 очень заманчивый ход. Как позже признавался сам Топалов, ему очень хотелось забрать ладью и посмотреть, что же будет дальше. Хотя он и осознавал, что возможно другие ходы объективно лучше. Болгарский шахматист оказался совершенно прав. Можно было пойти слон бьет Д5. И в этой позиции лучше всего за белых забрать слона ладьей. Если взять на Ф4, то белые получают большой материальный перевес после взятия на Д8. Висит ферзь и ладья. Одновременно две фигуры не защитить. После взятия на Ф3 ладья бьет Аш8. Белые побеждают. Поэтому, конечно, после ладья Д5 ладью нужно брать. Далее ферзь бьет Ф7. Конь С7. И ладья Е6. Эту ладью черные забрать уже не могут. Поэтому шах ферзь Д1. Король А2. Ладья Д7. Ладья Е7. И здесь черным лучше всего перейти в окончание. Ферзь Д5. Забираем ладья бьет Д5. Ладья Ц7. И двойной удар. Ладья Ц6. Король А5. Слон Ц8. С угрозой мата. Поэтому нужно возвращать качество. Но после Ц4 и дальнейшего ладья Д2. Черные за счет активности компенсируют небольшой материальный урон. А кончание равное. Но еще более сильным решением за черных здесь было король Б6. Нападая на коня. Далее было возможно Б4. После взятия на Ф4 и ладья Ф4. Конь Д5. Нападая на ладью. Забираем на Ф7. ЦБ. АБ. Конь бьет Б4. Белый конь под ударом. Поэтому нужно тратить время на его отход. И после слон Д5 шах. Конь Ц6. У черных есть небольшой перевес. За счет уже готовой проходной на ферзьевом фланге. Но вместо этого болгарский гроссмейстер принял вызов. И забрал на Д4. Конечно в случае Ф4 следует Ф6. И после ладья Е7 шах. Конь Д7. Белые оставались у разбитого корыта. У черных лишняя ладья. А шансов продолжить атаку белые не имеют. Поэтому вместо того, чтобы сразу забрать на Д4. Каспаров сделал заранее заготовленный ход ладья Е7. Шах. И использование мотива отвлечения. Взятие второй ладьи приводит к мату. Действительно. После ФЕ7 следует ФД4 шах. Кроль Б8. ФБ6. Слон Б7. Шах конем. Не забываем, что поле Ц8 прикрыто слоном белых. На КА8. Мат. Ферзь А7. Также не годится король Б8. По причине взятия на Д4 с угрозой мата. Далее. Конь Д7. Естественно, в случае взятия ФЕ7 будет ФБ6. А здесь слон Д7. Далее слон Д5. Ц4. ФЕ7 все-таки. И ФБ6. Король А8. Снова шах. Король Б8. Еще один шах. Король А8. И тут слон Ц6. Нужно брать конь Ц6. Сейчас под боем ферзь. Угрожает ферзь А6. И далее мат. Поэтому черные вынуждены отдать своего ферзя за белого коня. В этом случае белый ферзь легко расправится с двумя черными ладьями. Поэтому болгарский шахматист избирает лучшее король Б6. Нападая на коня. И здесь Каспаров бьет на Д4. Тут довольно интересные варианты. Весьма любопытные были возможности соперников после ферзь Ц5. Забираем на Ф6. Ферзь Д6. Конечно после короля 5 была бы вилка Б4. Ну а что же здесь? Неожиданный и очень мощный ход слон Е6. Действительно предвидеть такой ресурс очень и очень непросто. В случае взятия слона последует ладья бьет Е6. Связка. Забираем ферзь Е6. Король бьет А5. Б4. Король А4. И мат. Ферзь А6. Подобный мотив матования черного короля, находящегося на поле А4, мы с вами не раз увидим в дальнейшем. Если же после хода слон Е6 отказаться от взятия белого слона, то черных также ждет крах. Например, ладья Аш Е8. В попытке разменять побольше фигур. Б4. Защищаем коня. Взятие. Ферзь Д4 шаг. Король С7. Ферзь А7. И мат следующим ходом. Если же сыграть слон бьет Д5, то Б4. Защищая коня. Слон С6. Ферзь Ф7. Ферзь Д1. Король Б2. Забираем на Ф3. В надежде разменять ферзей. Это происходит. Но после ладья С7. Взятие на Ф7. Сначала забираем слона. И далее слон бьет Ф7. У белых абсолютно выигранное окончание. Поэтому болгарский гроссмейстер после шаха ферзем пошел навстречу замыслу соперника. И забрал на А5. Каспаров уже пожертвовал ладью и коня. Но что же дальше? Конечно, Б4. Король А4. Один из ключевых моментов этой партии. Здесь Каспаров вдохновенно ведя атаку совершает серьезную ошибку. Которая ставит победу его в этой партии под большой вопрос. Спустя пару дней после окончания этой титанической битвы, американский шахматист чешского происхождения, международный гроссмейстер Любомир Ковалик, предложил очень мощный ход ладья А7. Идея этого движения белой ладьи состоит в том, чтобы взятием на А6 завлечь черного ферзя на невыгодное поле. А в то же время своим ферзем организовать мат черному королю. Возникающие варианты очень сложны. Их вряд ли можно поднять за доской. Но тем не менее, с целью установления объективной истины рассмотреть их мы с вами должны. Тем более, что многие из них очень красивы и поясняют многое из того, что дальше происходило в этой партии. Итак, в случае хода конь бьет d5, следует ладья бьет А6, отвлечение и ферзь b2. Идея мата ферзь b3 очевидна. Но черные могут с темпом освободить поле d5 для своего слона. Шах конь c3, слон d5. И кажется, что черные, которые имеют здесь две лишние ладьи, постепенно реализуют свой материальный перевес. Но белые играют король b2. И создают неотразимую угрозу очень красивого мата. Ладья h e8. Ферзь b3. И после взятия мат пешкой. Угрозу подобного мата мы с вами в этой партии встретим еще не раз. Если же на d5 забрать слоном, сразу прикрывая поле b3, то ферзь c3 на ладья h e8 все та же угроза ферзь b3. Далее ладья e2, защищаясь от этого шаха, но ферзь c7. Еще одна угроза ферзь a5. После взятия следует ладья a6. И мат ладья бьет a5. Наиболее упорная защита черных после ладья a7 связана с ходом слон b7. И видимо расчет этого варианта составлял наибольшую трудность для Каспарова. Ладья бьет b7. Если сыграть ферзь бьет d5, предлагая размен ферзей, то ладья b6 с угрозой мата ладья бьет a6. Нужно играть a5, ладья a6, ладья a8 и ферзь e3. Это единственный ход, который приводит к победе белых. Остальные ходы просто проигрывают. Ладья бьет a6. У черных две лишние ладьи. Но после Кb2 угроза ферзь b3 решает исход партии. Забираем на b4. Забрали. Теперь грозит ферзь a3. Поэтому черные могут затянуть сопротивление с помощью жертвы ферзя. Он становится на a2, давая шах. После Ка2 вскрытый шах Кb4. Но Кb2 и вновь грозит мат. Ферзь c3 и ферзь a3. Король c4 не помогает. c3 с угрозой ферзь d4. А на ладья d8 к атаке подключается слон. Кd5, ферзь d4. Белые забирают на d8 и легко реализуют большой материальный перевес. Если же в этой позиции на d5 забрать конем, то слон d7 и после взятия ферзь b2. С той же угрозой ферзь b3. Забираем на b4 ладья d7. Конечно, в случае взятия белой ладьи следует ферзь бьет b4 мат. Поэтому нужно отойти ферзем, продолжая защищать коня. Но ладья d4, ладья c8, ферзь b3 шах, король a5 и решающая пешечная вилка a, b. Таким образом, играя здесь ладья a7, Каспаров выигрывал партию. Но согласитесь, найти подобные фантастические варианты в условиях ограниченного времени не под силу даже такому сильному шахматисту, как Каспаров. Поэтому его ход ферзь c3, который объективно является ошибкой, вполне объясним. Угрожает все тот же мат ферзь b3. И черным нужно защищаться очень точно. Например, сразу проигрывает слон бьет d5 по причине король b2 и нет защиты от ферзь b3, слон b3, cb мат. Поэтому Топалов, видя этот несложный вариант, забрал на d5 более сильной фигурой. И здесь, по словам того же Топалова, он ожидал лишь ферзь c7 с идеей ферзь a5, далее ферзь d1, король b2, ферзь d4 и ничья вечным шахом. Но Каспаров находит более сильный ход. Это, конечно же, ладья a7. Тот ход, который не сделан был раньше. Сейчас он тоже является сильнейшим. Угрожает ладья a6. Если пойти ладья d6, то король b2 и далее ферзь b3 с уже знакомым матом. Поэтому черные защищают пешку слоном. Что же делать белым в этой позиции? Если сразу пойти король b2, имея ввиду указанный выше мат, то ферзь d4 связка и белые просто проигрывают. Поэтому Каспаров забрал на b7 ладьей. Здесь черным очень просто ошибиться. Выбор у них большой. Например, если пойти ладья d6, заранее защищая пешку a6, то выигрывает блестящая ладья b6. Идея состоит в том, чтобы отвлечь черную ладью с вертикали d и лишить черных ресурса ферзь d4. Далее взятие король b2 и все та же угроза ферзь b3. Интересен вариант Кунь e4. Вот так отдать коня и после этого сыграть ферзь c4. Но ладья a7 с идеей взятия на a6. Конечно, брать ферзя плохо ввиду немедленного мата. Поэтому ладья d1, король b2, ферзь c3, шах. Забираем ладья d6. Защищаем пешку. e5 нападение. Ладья b6, король b2. Кажется, что худшее для черных позади. Они сумели разменять ферзей, но на самом деле и в эншпиле черных губит плохой король. Угрожает трехходовый маневр слона с матом. Поэтому f5, слон g2 с идеей слон d5 и ладья d8. Слон b7. Далее на ладья d7. Очень классный ход слон c6. Такое возможно лишь в этюдах. Ладейное окончание для черных проиграно. А после взятия ладьи слон d5. Угроза мата слон b3 делает две черные ладьи абсолютно бесполезными. Белые побеждают. Стоит также рассмотреть ход ладья h8. Ну и в этом случае ладья b6 с угрозой мата. Ладья a8 и слон f1. Таким образом белые прикрывают важное поле c4. Если тут например сыграть конь d7 нападая на ладью. То та отходит на d6. Вот такой двойной удар с мотивами отвлечения. Не забываем, что черный ферзь должен постоянно наблюдать за полем b3. Здесь белые побеждают. Поэтому лучше сыграть ладья e1 шах. Отвлекаем белого ферзя. Теперь уже играем конь d7 нападая на ладью. Та отходит из подбоя коня. Но становится подбой ферзя. Что же делать? Забираем ладью. Ферзь d1. А теперь уже задачная идея вскрытого шаха с матом черному королю. Действительно. После конь b6. А лучшего не видно. c3 вскрытый шах. Далее ферзь c1. Король a4. Ферзь c2. И вот такой мат ферзем. Но в нашей партии веселин топалов вновь избирает самое сильное решение. И ставит ферзя на c4 сразу. Оставляя коня f6 под боем. Каспаров его забирает, угрожая матом на a6. И здесь болгарский гроссмейстер оступается. Лучшим был ход ладья d1. Далее король b2. Ладья a8. Таким образом черная по максимуму использует все свои фигуры. Ферзь b6 с угрозой мата. И здесь черная вынуждена перейти в окончание. После размена ферзей ладья bf7. a5. Далее слон e6. Взяли шах. Король a5. Взятие на b4. Если забрать ладьей, то чудесным образом после c3 она ловится. У нее нет ни одного поля отхода по четвертой линии. А ладей на окончании будет выигранным для белых. Поэтому лучше не брать пешку. Королем, конечно, нельзя ввиду вилки c3. А отойти на b6. Взятие на h7. Ладья f8. Нападая на пешку f. Далее ладья g7. Забрали, забрали. Король c7 h4. Вот такое окончание. У белых полная компенсация за качество. Но хватит ли их перевеса для того, чтобы выиграть партию? Очень большой вопрос. Во всяком случае, тут ход ладья d1 был лучшим защитным ресурсом за топалова. Но вместо этого он не удержался и забрал пешку a3. Ему хотелось как можно быстрее разрушить этот капкан для собственного короля. И, возможно, своим монархом поучаствовать в атаке на белого короля. Сейчас угрожает мат ладья d1. Но Каспаров уже здесь видел конечные контуры своей блестящей комбинации. Он забрал на a6 с шахом. После взятия на b4 дает шах пешкой. Брать ее ферзем нельзя. По причине ферзь b5, король a3, ладья a7 с линейным матом. Поэтому пришлось брать пешку королем. Ферзь a1. Если отойти на b4, то ферзь b2, король a5, ферзь a3, ферзь a4, ладья a7, выигрывая ферзя. Поэтому топалов вынужден сыграть король d2. Далее ферзь b2 шах, король d1. Кажется, что атака белых заходит в тупик. Нет ни одного продуктивного шаха. Но Каспаров все учел. Он возвращает слона на начальную позицию, нападая на ферзя. Если забрать его, то последует ферзь c2, король e1 и ладья e7. Если же отойти ферзем, например, на e6, то мат ферзь c1. Три белые фигуры, расположившись по первой линии, заканчивают партию. Поэтому топалов сыграл ладья d2. Неужели спасение? Но Каспаров играет ладья d7. Этот ход, да и предыдущий, я сделал с особым удовольствием, пишет Каспаров. До сих пор помню, как вдруг изменилось выражение лица топалова. Действительно, этот мощный и неочевидный ход решает партию. Угрожает мат ферзь бьет d2. Брать белого ферзя черный не могут по причине связки. А если забрать на d7, что и сделал топалов, то слон бьет c4. После взятия ферзь бьет h8. Белые достигли решающего материального перевеса. Осталось лишь преодолеть небольшие технические трудности. Прежде всего, нужно обезвредить проходную пешку c. Ладья d3, играет топалов, имею в виду ход c3. Но ферзь a8 и после c3 шах. Король e1. Посмотрите, какой долгий путь проделал король топалова. Он сделал ровно 12 ходов. И со своей начальной позиции e8 прибыл на начальный пункт белого короля, поле e1. Каспаров уверенно доводит партию до победы. Он играет f4, после f5 король c1. Ладья d2, играют черные и ферзь a7. Каспаров готов приступить к уничтожению черных пешек на королевском фланге. После этого он создаст проходную на этом участке доски и легко выиграет партию. Шансов провести свою проходную пешку у черных нет. Взятие на h2 парируется ходом ферзь g1. Поэтому удрученный веселин топалов признал свое поражение. Вот что пишет Гарри Каспаров об этой партии. Редкая комбинация. Возможно, самая блестящая в моей шахматной карьере. На вечерней прогулке мы с Дахаяном встретили Ермолинского. И он веско произнес. Да, я видел на мониторе. Не слабо. Мало того, организаторы заявили, что эту партию уже сейчас можно назвать самой красивой в турнире. А местные обозреватели окрестили ее бриллиантовой и предположили, что она станет лучшей в 1999 году. Хотя он только начался. Позже эксперты признали ее лучшей в 74 томе информатора. Вот такой титанический поединок, за который нужно сказать спасибо не только самому Каспарову, который начал эту драку, но и его сопернику Веселину Топалову, который, как обычно, очень принципиально встречал мощные ходы своего оппонента, долгое время находил самую сильную защиту, имел шансы побороться за ничью, но в конце концов рухнул под давлением великого и ужасного. Очень красивая партия. Одна из лучших партий не только в карьере Каспарова, но и в целом в истории нашей игры. Если это видео вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для всех, оставляйте свои комментарии. Обязательно напишите свой эксклюзивный отзыв об этой партии, что вам больше всего понравилось в этом поединке. Очень интересно будет почитать. Большое спасибо за внимание. До свидания.